здравствуйте друзья с вами канал просто училка и я елена владимировна сегодня мы с шестиклассниками и с ребятами которые не очень разбираются в дробях будем разбираться в теме сокращения обыкновенных дробей мне очень нравится эта тема потому что она очень легкая сначала мы попробуем посокращать интуитивно а потом попробуем воспользоваться нодом нод это наибольший общий делитель подавляющее большинство ребят не любят им пользоваться но я все-таки попытаюсь еще разочек показать насколько нод удобный итак давайте возьмем какую-нибудь дробь предположим 1 3 я иногда в литературных произведениях ее просто называют треть треть и одна третья это одно и то же просто слово треть немножко покороче давайте присмотримся что такое сокращение сокращение это деление и числителя а вот числитель и знаменателя а вот знаменатель на одно и то же число что общего о единицы и тройки 1 делится только на 1 3 делится только на 3 и на 1 получается что я не могу найти общее число на которое поделится и 1 и 3 следовательно дробь одна третья несократимая почему я сделала акцент сначала на несократимой дроби потому что именно к ней мы будем стремиться во всем нашем сокращении нам надо из вот этого нагромождения чисел в итоге получить какую-нибудь несократимую дробь где и числитель и знаменатель не имеет ничего общего никаких общих делителей давайте тогда возьмем какую-нибудь дробь давайте возьмем дробь две четвертых а в литературных произведениях иногда говорится четверти можно сказать что это две четверти давайте посмотрим делится ли и 2 и 4 на какое-нибудь одинаковое число и видно сразу что делится 2 делится на 2 и на 1 4 делится на 2 на 4 и на 1 а общее что получилось 2 до в таком случае если я вижу что и числитель и знаменатель делится на 2 я зачеркиваю число в числителе и ставлю результат моего деления это 1 потому что 2 делить на 2 будет 1 зачеркиваю четверку и когда 4 поделила на 2 получилось 2 появи появилась новая дробь 1 2 а вот 1 2 это дробь несократимая потому что у единицы и двойки нет общих делителей давайте возьмем какую-нибудь дробь похитрее предположим предположим не знаю мне чувствуется что я возьму восемь двенадцатых вот ту точку с запятой поставлю и продолжу примеры 8 двенадцатых на что делится и 8 и 12 и 8 и 12 точно делится на 2 это тоже хороший ход если вы видите что ваши числа чутные а 8 и 12 числа чутные кто не разбирается в признаках делимости найдите пожалуйста мое видео на канале где я рассказывал о признаках делимости на то или иное число так вот если числа чутные то они точно делятся на 2 сто процентов я вот хочу посмотреть а нет ли числа побольше хотя давайте я сокращу на 2 ничего страшного не будет 8 делю на 2 получаю 4 12 делю на 2 получаю 6 выходит что у меня появилась дробь 4 шестых на этом этапе многие ребята написали вот эту дробь в ответ а учительница поставила им за это не очень хорошую оценку а почему да потому что ребят вы не доделили до несократимой дроби дело в том что и 4 и 6 точно совершенно делится на 2 опять поделю 4 на 2 получу 2 6 поделю на 2 получу 3 и получилось 2 3 то есть 8 12 это совершенно то же самое что и 2 3 ну давайте возьмем какую-нибудь еще одну дробь и с ней конкретно поработаем и составим ноды наибольший общий делитель я хочу взять дробь 12 18 конечно же я сразу увидела что и 12 и 18 делится на 2 но вот так вот делить на 2 долго и упорно пока все это не закончится это долго давайте разложим числа 12 и 18 на простые множители разложить на простые множители это мы сейчас будем делить сначала на 2 потом когда двойки закончится может на 3 поделим или что-то такое показываю 12 могу разделить на 2 получится 6 6 могу разделить на 2 получится 3 ну 3 уже могу разделить только на 3 получится 1 всегда раскладывается ваше число на простые множители до единички в левой колонке а это правая колонка давайте 18 раскладывать я вижу что 18 делится на 2 будет 9 9 поделится только на 3 будет 3 а 3 поделится тоже на 3 и будет опять 1 теперь я беру те числа которые одинаковые то есть одинаковые делители и выписываю их вот сюда нода чисел 12 и 18 это 2 и 2 объединю в парочку они как бы поженились и выписываю одну такую двойку 3 и 3 объединяю в парочку и выписываю одну такую тройку дальше смотрю если у меня еще парочки то 2 то 3 не могу объединять в парочку а нету это означает что вот он наш наибольший общий делитель это 2 умноженное на 3 то есть 6 значит и 12 и 18 я могу сразу сокращать на 6 делю 12 на 6 получаю 2 делю 18 на 6 получаю 3 а ответ 2 третьих итак делать можно интуитивно когда вы чувствуете и знаете что число делится на какое-то число и другое число тоже делится на ваше одинаковое число можно действовать долго когда вы сначала сокращаете на 2 потом вдруг увидели что сокращается на 3 и сократили на 3 а можно воспользоваться наибольшим общим делителем эта схема всегда работает раскладываете ваши числа которые вам нужно сократить на простые множители как мы сделали потом объединяете одинаковые числа в парочке одно такое число выписываете умножаете на следующее такое число и получаете ваш самый большой делитель после которого вы обязательно выведите вашу несократимую дробь все друзья с вами был канал просто училка и я елена владимировна если информация понравилась и пригодилась поставьте пожалуйста лайк и подпишитесь а если есть какие-то сложные номера обязательно присылайте мне их в комментариях а я вам помогу и удачи вам на контрольных экзаменах рассказывать и на на в нем на